всем привет продолжаем знакомиться с технологией куда ну и с языком этим куда 7 и в основе книга то есть я беру информацию из книги технология куда в примерах введение программирования графических процессоров джейсон сандерс и эдвард кендрад сегодня познакомимся с константной памятью но скажу сразу у меня почему-то но тут есть два варианта до работа с константной и работа с глобальной память так вот у меня почему-то результаты по производительности одинаковы я так посидел минут так 10 20 посмотрел пока не понял если вы поймете то отпишите в комментарии почему но я в конце как бы скажу свое предположение так вот сегодня познакомимся что такое константная память ну и с некоторыми событиями событиями мы уже знакомились когда меряли время исполнения кода на гпу на графическом процессоре и так приступим мы узнаем об использовании константной памяти в куда вот и так константная память как уже говорилось современные графические процессоры обладают колоссальной вычислительной мощностью именно превосходство графических процессоров над центральным процессором в плане в плане скорости выполнения и привлекло интерес к графическим процессорам как средству для выполнения вычислений общего назначения при наличии сотен арифметических устройств узким местом гпу часто становится не скорость вычисления а скорость обмена с памятью в графическом процессоре так много арифметически логических устройств что иногда мы просто не успеваем подавать им данные в темпе достаточном для поддержания высокой скорости вычислений поэтому имеет смысл рассмотреть средства с помощью которых можно уменьшить количество операций передачи данных между процессором и памятью до сих пор мы видели программы в которых использовалась глобальная и разделяемая память но язык куда си поддерживает еще один вид памяти константную как следует из самого названия константная память служит для хранения данных которые не изменяются в процессе исполнения ядра оборудование nvidia предоставляет 64 килобайта константной памяти работа с которой организована иначе чем со стандартной глобальной памятью в некоторых случаях использование константной памяти вместо глобальной позволяет уменьшить трафик между памятью и процессором и рассмотрим это на примере трассировки лучей ну я вот запущу вот 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 что это такое трассировка лучей что же это такое один из способов использования константной памяти мы рассмотрим на примере простого приложения для трассировки лучей но сначала расскажем об основах этого метода говоря по простому трассировка лучей это способ построения двумерного образа сцены содержащий трехмерные объекты но не для этого ли изначально и предназначались графические процессоры насколько это отличается от того что делает open jail или direct x когда вы играете в свою любимую игру gpu действительно решает ту же задачу но применяет для этого технику растеризации о растеризации написано много хороших книг поэтому мы не станем здесь подробно разъяснять различия достаточно сказать что это совершенно разные методы решения одной и той же задачи так каким же образом трассировка лучей позволяет получить образ трехмерной сцены идея проста выбираем на сцене точку в которую помещаем воображаемую камеру в этой упрощенной цифровой камере имеется датчик света поэтому чтобы получить изображение мы должны решить какой свет попадает в этот датчик каждый пиксель результирующего изображения будет иметь цвет и яркость луча падающего на датчик в камере поскольку свет падающий на точку датчика может исходить из любого места на сцене проще решать противоположную задачу то есть вместо того чтобы пытаться понять какой луч освещает данный пиксель мы проведем воображаемый луч из пикселя на сцену тогда каждый пиксель играет роль глаза смотрящего на сцену и вы видите вот сейчас эту картиночку на которой показаны лучи исходящие из каждого пикселя чтобы вычислить какой цвет видит каждый пиксель мы проводим луч из этого пикселя через сцену пока не упремся в какой-нибудь объект тогда мы говорим что пиксель видит этот объект и можем назначить ему цвет исходя из цвета объекта вычисления необходимые для трассировки луча в основном сводятся к нахождению пересечений этого луча с объектами на сцене в более сложных моделях трассировки блестящие объекты могут отражать могут отражать а полупрозрачные преломлять лучи света в результате образуются вторичные лучи третичные лучи и так далее на самом деле одна из привлекательных особенностей метода трассировки лучей как раз и состоит в том что она очень просто что ее очень просто реализовать базовую схему а затем включать в алгоритм трассировки различные усложнения для получения более реалистичного изображения ну и сейчас рассмотрим пример этой трассировки лучей ну вот как бы рабочий вариант да есть поскольку аппи типа OpenGL и DirectX не предназначены для трассировки лучей то мы реализуем простейший трассировщик целиком на CUDA C мы не будем ничего усложнять а сосредоточимся на вопросе о работе с константной памятью поэтому если вы ожидаете увидеть основу для полноценного промышленного механизма рендеринга то здесь вы его не увидите наш трассировщик будет поддерживать только сцены состоящие из сфер а камера будет расположена на оси Z и направлена в сторону начала координат кроме того мы не поддерживаем освещение сцены чтобы не связываться с вторичными лучами вместо того чтобы вычислять эффекты освещения мы назначим каждой сфере один и тот же цвет и будем выбирать его оттенок с помощью предварительно заданной функции что же тогда будет делать трассировщик он проводит луч из каждого пикселя и смотрит какие сферы этот луч пересекает кроме того он вычисляет расстояние до каждого пересечения если луч пересекает несколько сфер то видимой считается только ближайшая по сути дела наш трассировщик лучей всего лишь скрывает поверхности которые камера не видит сфера моделируется моделируется с помощью структуры данных содержащие ее центр радиус и цвет вот у нас структура данных сфера соответственно ее цвет rgb read blue green радиус и координаты в этой структуре данных также имеется такой метод который называется hit он определяет пересекает ли данную сферу луч проведенный из пикселя o x и o y то есть у нас экран он же у нас двумерный если да то метод вычисляет расстояние до камеры точнее от камеры до точки пересечения это нужно знать для того чтобы выбрать ближайшую сферу в случае когда луч пересекает несколько сфер поскольку именно эта сфера и будет видна функция main так где у нас функция main устроена примерно так же как и ранее в примерах были примеры генерации изображений ну здесь у нас есть некакие события о которых мы еще раз вспомним чуть позже да это мы замеряем время здесь что мы сделаем делаем здесь здесь давайте вспомним выделяем на гпу память для выходного изображения здесь выделяется память для сфер для набора сфер то есть мы выделяем память для входных данных массива сфер составляющих цен поскольку эти данные нужны гпу нужны гпу но генерируются они центральным процессором то необходимо выделить память и на центральном процессоре и на графическом обратившись соответственно куда малок и к малок где у нас тут малок вот это временные сцены генерация ой точнее сферы кроме того мы выделяем память для растового изображения которое будем заполнять данными о пикселях по мере трассировки сфер то есть вот это изображение после того как вся необходимая память выделена в данном случае мы все выделили нам нужно случайным образом сгенерировать координаты центров цвета и радиусы сфер это делается вот в этом цикле то есть это define он у нас сейчас установлен в 50 сфер то есть генерится 50 сфер и вот случайным образом генерится генерится короче данные то есть сейчас программа генерирует массив из 50 случайных сфер дальше массив сфер копируется в память графического процесса с помощью куда мы это мы уже понимаем и после этого временный буфер освобождается теперь входные данные находятся в памяти графического процессора память для выходных данных выделена вот выделена и можно запускать непосредственно наше ядро так запускать наше ядро после того как ядро все это вычислит то есть у нас будут созданы нити которые будут выполняться параллельно так вот после того как все это вычислится нам нужно скопировать нашу картиночку с графического процессора ну на скажем так на центральный что мы делаем ну и соответственно вот в самом конце у нас отображается эта картинка то есть в целом это мы так пробежали это уже все должно быть знакомо и никаких проблем с этим быть не должно ну если есть надо пересмотреть предыдущее видео ну или просто на гитхабе пересмотреть примеры итак идем дальше так как же производится трассировка луча поскольку мы выбрали очень простую модель трассировки то в коде ядра а давайте вот перейдем к коду ядра разобраться несложно каждая нить генерирует один пиксель выходного изображения поэтому мы как обычно начинаем вычисления координат x и y пикселя соответствующего нити и его смещение от начала буфера кроме того мы сдвигаем точку x y на dim dim это ширина и высота нашего экрана так вот мы сдвигаем нашу точку x и y на вот это вот значение чтобы ось z проходила через центр изображения так как для каждого луча нужно проверить пересечение со всеми сферами то мы обходим массив сфер и производим необходимые вычисления очевидно что самые интересные вычисления находятся внутри цикла for мы перебираем все сферы и для каждой вызываем метод hint hint для каждой сферы вызываем метод hint чтобы узнать видит ли луч эту сферу то есть в данном случае видит ли пиксель эту сферу пиксель с такими координатами и конкретную сферу если да то смотрим расположена ли данная точка пересечения ближе к камере камере чем последняя увиденная если да то мы запоминаем расстояние до новой сферы кроме того запоминается цвет этой сферы чтобы по выходе из цикла нить знала цвет сферы ближайшей камере поскольку именно этот цвет видит луч проведенный из нашего пикселя мы считаем его цветом самого пикселя и сохраняем значение в буфере результирующего изображения после того как пересечение со всеми сферами проверено мы можем записать текущий цвет в выходное изображение что мы и делаем вот записывается в выходное изображение цвет отметим что если луч не пересекает ни одну сферу то в качестве цвета будут записаны начальное значение переменных rgb rgb в данном случае мы инициализировали эти переменные нулями то есть получится черный фон ну 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 да так 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 если хотите чтобы фон был другого цвета нужно просто изменить начальное значение ну начальное значение вот я думаю вы увидели rgb и что мы получаем в результате вот в результате мы получаем вот такую картинку где у нас есть сферы вы уже видели да и вот трассировка лучей то есть как бы с пикселя с пикселя тут у нас пикселей много да мы лучи уходят и вот они определяют какие сферы этот луч пересекает определяет ближайшую сферу ну и так дальше запоминает цвет и рисует да этот цвет соответственно вот ближайшая к примеру сфера была вот здесь красная соответственно за ней там синяя то есть синяя ну короче как вы видите все перекрывается и вроде как бы типа трехмерные такие объекты и так здесь мы с константной памятью не работали и вы на это уже обратили внимание теперь улучшим программу воспользовавшись преимуществами константной памяти поскольку константную память нельзя модифицировать то использовать ее для хранения выходного изображения конечно же невозможно а коль скоро в этом примере входными данными являются только массив сфер то сомнений в том что именно в том что именно поместить в константную память не возникает я думаю вы догадались в константную память будут помещены сферы потому что они в принципе не меняются вот туда можно помещать то что не меняется то что константно для объявления константной памяти применяется такой же механизм как и для разделяемой памяти вот смотрите мы для разделяемой памяти писали шарет а здесь надо написать констант отметим что в первой версии примера мы объявляли указатель а затем с помощью кудамалок выделяли для него область памяти на gpu давайте предыдущий пример посмотрим вот у нас были сферы и вот для этих сфер вот мы выделяли кудамалок здесь же здесь же у нас сферы мы говорим что они должны располагаться в константной памяти теперь вызывать кудамалок и кудафри для массива сфер уже не нужно это важно чтобы этот размер был известен на этапе компиляции ну и я так понимаю не должен превышать размеров всего константной памяти в данном случае на моем ноуте карта geforce 1060 64 килобайта килобайта константной памяти маловато конечно же ну что есть то есть так вот во многих приложениях как раз вот 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 где у нас тут от чего мы избавились мы избавились вот это вот вот прослойки когда мы копируем 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 мы выделяем память ole на вот сферы есть и мы для нее выделяем память в случае с секрами памяти мы уже сразу указали что эти сферы будут в константной памяти и этого уже выделение ет추 так вот во многих приложениях это приемлемая плата за более высокое быстрое действие константной памяти так вот как же изменилась еще наша функция мы видим вот новую новую функцию куда моем копе ту символ что это такое как бы изменений по сравнению с первой версии совсем немного а первое изменение это было то что мы добавили константную память указали что массив сфер должен быть в константной памяти дальше убрали лишнее копирование куда мало куда free ну и сделали вот такую модификацию вот то есть как говорилось нет нужды уже вызывать куда малок для выделения памяти под массив сфер так вот что это за модификация вот которую я выделил это специальный вариант куда моем копе применяется при копировании из памяти центрального процессора в константную память графического процессора единственное различие между куда моем копе ту символ и куда моем копе с параметром куда моем копе хосту девайс с параметром то есть здесь у нас как мы видим у куда моем копе есть параметр куда моем копе девайс ту хост а вот здесь этого параметра нет потому что сама функция куда моем копе ту символ копирует в константную память а куда моем копе в глобально вот и все то есть это уже сразу уходит в константную память и не надо ничего писать так вот включил объем объявление модификатор constant мы запрещаем всякую запись в область памяти но в обмен на такое самоограничение мы ожидаем что-то получить как отмечалось выше чтение из константной памяти может уменьшить количество операций передачи между памятью и процессором по сравнению с чтением из глобальной памяти тому есть две причины одно чтение из константной памяти может быть передано другим близким нитям что позволяет сэкономить до 15 операций чтения константная память кишируется поэтому последующие операции чтения из того же адреса не порождают дополнительного трафика что понимается по словам близкие чтобы на этот ответить на этот вопрос нам придется рассказать о понятии варпа что такое варп для тех читателей которые лучше знакомы с фильмом star trek чем с текстильной промышленностью скажем что слово варп в этом контексте не не имеет никакого отношения к скоростью перемещения в космосе текстиль текстильной промышленности этим словом называется группа спрятенных вместе нитей из которых ткется ткань в архитектуре куда варпом варпом дословно канат называется группа из 32 спрятенных нитей которые исполняются синхронно то есть 32 нити грубо говоря там образуют канат да и вот по этим нитям льются данные да все они исполняются синхронно так вот каждая нить принадлежащая одному варпу в любой момент времени исполняет одну и ту же команду над разными данными то есть у нас есть ядро и вот представим варп и варп состоит из 32 нитей так вот в один и тот же момент каждая нить из этих 32 выполняет одну и ту же команду все 32 нити к примеру первый такт выполняет вот эти данные там 2 вот эти 3 вот эти и так далее но данные разные а но как вы видите все операции одинаковы и стоимость их одинаково соответственно и выполняется и соответственно благодаря этому и достигается высокая скорость так вот идем дальше при чтении из константной памяти оборудование nvidia может транслировать прочитанные данные на целый полу варп полу варпом называется группа из 16 нитей то есть половина 32 нитевого варпа если каждая нить в полу варпе запрашивать данные из одного и того же адреса в константной памяти то графический процессор выдает только один запрос на чтение а затем передает прочитанные данные каждой нити если программа часто читает данные из константной памяти то град то трафик сокращается в 16 раз по сравнению с чтением из глобальной памяти то есть это примерно 6 процентов но экономия не ограничивается 94 процентным сокращением трафика между процессором и память поскольку мы говорили что память не будет изменяться оборудование может кишировать константные данные в графическом процессоре иными словами после того как данные по некоторому адресу в константной памяти один раз прочитаны нити из других полуварпов читающие тот же адрес обнаружат данные в кише поэтому повторного обращения к памяти не произойдет в примере трассировки лучей каждая запущенная нить читает параметры сферы чтобы можно было проверить пересекает ли ее лучше после перемещения данных о сферах в константную память аппаратуре достаточно отправить лишь один запрос на чтение из памяти затем данные кишируются и все остальные нити не порождают трафика по одной из двух из двух причин нить находящиеся в том же полуварпе и уже получила данные в результате широковещательной трансляции то есть нить находится в том же полуварпе и уже получила данные и вторая причина нить нашла данные в кише константной памяти к сожалению при работе с константной памятью есть и негативный эффект трансляция на полуварп это палка двух концах она может здорово повысить производительность если все 16 нитей читают один и тот же адрес но если нити обращаются к разным адресам то программа еле шевелится платой за трансляцию одной операции чтения на 16 нитей является то что в каждый момент времени все 16 нитей могут помещать на шину только один запрос чтения значит если 16 нитям в полуварпе нужно прочитать разные данные из константной памяти то эти нити выстраиваются в очередь и на отправку запроса на чтение уходит в 16 раз больше времени если бы нити читали из глобальной памяти то все запросы можно было бы отправить одновременно в описанной ситуации чтение из константной памяти скорее всего окажется медленнее чем из глобальной так вот здесь у нас мы замеряем время и время здесь уже замеряется полностью да то есть предыдущих примерах по сложению векторов я замерял время непосредственно выполнение ядра здесь же замеряется время сначала программы и аж до конца да то есть учитывается копирования еще туды-сюды да и кстати там примерах стоит вот здесь по 16 я сейчас тоже но в книге это я 32 поставил потому что думал решил попробовать что что я хотел посмотреть будет ли разница скорость или не будет фишка в том что в моем примере случае с моей видеокартой разницы так не понял так где-то разницы особо нету можно сказать его вообще нету скорости выполнения что с константной памятью что не понял очень копируется русский язык был может быть у вас будет разница на ваших ведь у вас же может быть другие видеокарты и проверьте как у вас и отпишите если у вас разница по скорости выполнения потому что у меня разницы нет вот смотрите запускаем работу с глобальной память возможно нету разницы потому что ну как мало сфер много их тоже слишком не сделаешь потому что константная память ограничено смотрите 21 миллисекунда это глобальная память теперь делаем константную вот так сейчас я запущу делаем константную ну как бы то же самое и и скорость такая же 21 миллисекунда то есть я могу предполагать что дело в том что здесь уже все так оптимизировано что именно на этом примере ну который в книге да эту разницу в скорости не видно мы избавились до от одного копирования там куда мы им копии у нас есть константная память и все такое но возможно 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 когда-то я и дойду до нормального примера который действительно будет демонстрировать но может быть у вас может быть у кого-то старенькая видеокарта и будет действительно прирост потому что в книге тут пример со старенькой видеокартой сейчас я скажу она очень старенькая какая-то gtx 280 так вот у них разница в скорости была примерно 50 процентов то есть используем в константной памяти и с использованием глобально в этом случае я вот одинаковую скорость связываю с тем то есть я пробовал тысячу сфер по моему 2000 уже нельзя мы вылазим за ну короче за границы до этой константной так вот точно так же скорость была одинаково возможно потому что здесь и так уже все оптимизировано и пример именно с трассировкой именно вот в этом случае не очень наверное удачи вот попробуйте у себя посмотрите результаты то есть этот пример этот код конечно же будет на гитхабе ну и не забываем а если вы его откроете то ничего забывать не надо точнее вспоминать вспоминать это когда вы создаете что-то и с опыт же лям то надо в линкере да прописать эти библиотеки джиэль и глют так вот давайте что мы еще вспомним вспомним вот это что это такое за ивенты давайте глянем сколько уже времени идет о полчаса уже то наверно вспоминать не будем давать это вкратце 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 что это за событие в куда событием ивент где тут вот у нас есть ивенты так вот в куда ну это мы меряем время это мы вспоминаем да те кто смотрел видео кто не смотрел посмотрите потому что здесь вкратце я сейчас пробегусь еще раз в куда событием ивент называется временная метка gpu запомненная в определенный момент времени пользователям поскольку gpu ставит эту метку сам то мы обходим все проблемы связанные с измерением времени gpu с помощью таймеров центрального процесса api api замера времени не сложен для получения временной метки нужно проделать два шага создать событие вот создать событие и зарегистрировать событие зарегистрировать сейчас мы к этому подойдем то есть есть create и рекорд это мы регистрируем то есть создается событие и регистрируется обратите внимание что при регистрации события начала функция куда ивент рекорд передается второй аргумент в нашем примере этот аргумент равен нулю точный смысл этого аргумента сейчас не важен поэтому не станем раскрывать эту тайну пока не разворошим следующий муравейник и так и так и так чтобы измерить время выполнения блока кода нужно создать событие начала и окончания мы просим исполняющую среду куда зарегистрировать время начала затем выполнить какие-то действия на графическом процессоре а по завершению зарегистрировать время окончания то есть вот мы создали два события старт стоп дальше регистрируем старт выполняются какие-то действия регистрируем стоп вот к сожалению при таком храм на метраже кода исполняем исполняемом графическим процессором еще остается одна проблема чтобы исправить ее нужно всего лишь одна строчка но не объяснить не обойтись без объяснений штука в том что некоторое обращение к исполняющей среде куда на самом деле выполняется асинхронно например при запуске ядра трассировщика лучей гпу начинает исполнять наш код но центральный процессор продолжает выполнять следующие где тут ну как бы следующие строки следующие вот здесь следующие строки продолжает выполнять не дожидаясь окончания работы графического процессора с точки зрения производительности это прекрасно потому что выполнение на графическом процессоре и центрально могут про производиться одновременно но вот хронометраж осложняется обращение к функции куда и ван трекорд удобно представлять себе как запросы на получение текущего времени которые ставятся в очередь это означает что регистрация события произойдет только после того как графический процессор покончить со всеми заданиями поставленными в очередь раньше куда и ван трекорд если речь идет об использовании события окончания для измерения правильного времени то это как раз то что нужно однако мы не можем безопасно прочитать значение события пока графический процессор не закончить все предыдущие значения к счастью имеется простой способ заставить графический процессор синхронизироваться с событием и этот способ вот такой то есть мы вызываем функцию куда и ван синхрониз теперь мы попросили исполняющую среду не приступать к следующей команде пока графический процессор не достигнет события окончания после того как функция куда и ван синхрониз вернет управление есть уверенность что вся работа события окончания уже завершена поэтому мы можем без опаски прочитать зарегистрированную временную метку то есть вот здесь мы 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 регистрируем еще одно событие стоп и и короче с помощью синхрониз ждем пока все не завершится в общем в общем в общем это вспомнили так вот так вот в моем случае скорость выполнения одинаково возможно ну так как книга довольно старенькая и тогда именно этот пример показывал хорошие результаты сейчас уже там прошло я не знаю наверно лет летом м ну 7 на 8 точно с написание этой книги и архитектура и принципе в принципе остались те же просто растет количество ядер да на графических процессоров но видимо этот пример уже не очень хорошо иллюстрирует возможно на старых видеокартах и проиллюстрирует короче вы посмотрите и проверьте и отпишите ну если не сложно в комментарии какие результаты у вас но константная память есть и в случае когда у нас очень много времени уходит на копирование туда и сюда то можно использовать константную память размер которой ограничен но на сегодня все если чем-то помог и что-то прояснил то пишите ставьте лайки комментируйте там делимся этим видео и все такое в следующий раз поговорим о текстурной память на на сегодня точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся как я уже говорил и все такое всем пока